Всем привет! Меня зовут Валерия Нестерова. На своем YouTube-канале я снимаю различные видео про парфюмерию, делая обзоры. И в этом видео речь пойдет о том, как продлить стойкость парфюма. Наверное, один из самых часто задаваемых вопросов ко мне, и я думаю, что он у вас в голове тоже есть. Сначала немножко теории. Стойкость парфюма обусловлена тем, что находится у нас в самом аромате. Какие ноты, какие ингредиенты. Если мы возьмем традиционную пирамиду ароматов, в котором есть верхние ноты, ноты сердца, ноты шлейфа, то все то, что находится в шлейфе, отвечает за стойкость аромата. Если аромат сделан акцент на ноты шлейфа, то они априори будут более стойкими. То есть ароматы с ванильными нотами, с чем-то темным кожаным, с древесиной, с мускусами, с амбрами, с бальзамическим звучанием, они будут априори более стойкими, чем цитрусовые, фруктовые, легкие, такие освежающие ароматы. На это стоит обращать внимание. Второе, на что мы обращаем внимание, это на концентрацию. Есть у нас, допустим, туалетные воды, парфюмерные воды, духи, экстракты. И самым стойким изделием является экстракт. Экстракт, духи, экстракт, 30, 35, 40, 45, даже 58, есть процентов содержания ароматической части. В то время как в туалетных водах это может быть 10%, в парфюмерных водах это примерно от 15 до 20%. Соответственно, если вы хотите больше стойкости, обращайте внимание на духи и экстракты. Туалетные воды, они будут нестойкими. Третье, на что стоит обратить внимание, это то, о чем говорят парфюмеры. Стойкость не является критерием качества парфюма. Почему? Приведу банальный пример с одеждой. У нас есть легкая полупрозрачная шифоновая платьица. Есть, допустим, какой-нибудь костюм прорезиненный. Что лучше, шифоновая платьица или прорезиненный, но стильный костюм? И вы мне логично ответите. Ну, конечно же, в зависимости от ситуации. Когда-то платье уместно летом, допустим, а когда-то, когда идут дожди, холодно и так далее, мы вот этот вот плотный костюмчик прорезиненный будем одевать. И то же самое с парфюмами. Когда-то уместны легкие цитрусовые цветочные ароматы. Когда-то уместны более плотные, насыщенные бальзамические ароматы. То есть как с одеждой. Парфюм это та же самая невидимая одежда, которая дает, да, какую-то такую ауру послевкусия на наш образ. И когда вы гармонично подбираете парфюм под свои задачи, под свой образ в одежде, под внутренние ощущения, тогда ваш выбор всегда удачный. Вам делают много комплиментов. И тогда вы кайфуете от того, что пользуетесь тем или иным парфюмом. И не задача стоит, чтобы найти тот самый стойкий, который будет радовать вас всю жизнь. И оставаться на вашей коже в течение нескольких суток. И потом вы просыпаетесь на подушке снова он. Задача разнообразить свою жизнь с помощью различных ароматических эмоций. В каких-то ароматах вы можете быть более энергичны. В каких-то ароматах они вас могут успокаивать. Какие-то ароматы привлекают внимание окружающих людей. Какие-то держат дистанцию. Какие-то соблазняют. Какие-то дают деловой посыл. И в этом тоже можно научиться разбираться и использовать себе в облаках. Ну а теперь самое ключевое. Как все-таки эту стойкость продлить. Я здесь приведу пример амбровые и мускусные молекулы. То есть амбровые молекулы это примеры ароматов. Молекула первая, молекула вторая. Эксцентрик первый, эксцентрик второй от бренда Эксцентрик Молекул. Джулиет Хезеган ноты парфам. И вот у меня допустим аддитив молекул от бренда Миколев. Он тоже такой как амбровая смесь идет. То есть это классный фиксатор. Мы его наносим одним слоем, как подложку. На руку, на сзади по линии роста волос. Первым слоем. И сверху на него наносим какой-либо аромат. То есть вторым слоем, чтобы продлить его звучание. Как это работает? Амбровые молекулы находятся в шлейфе. Они полупрозрачные, невесомые, не обладают ярко выраженным звучанием. Поэтому их чем больше в аромате, тем аромат более длительно звучит. И когда мы первым слоем нанесли подложку из амбровых молекул, то мы что-то закрепили на коже. Если нам хочется закрепить аромат, мы сверху наносим какой-то аромат. Допустим, я нанесла более пряный аромат, который априори не стойкий. Но с помощью амбровых молекул его стойкость будет увеличена. Да, при этом будут какие-то легкие, сухие, древесные, либо такие вот свежие оттенки в аромате придадутся. Но в целом его сильная трансформация звучания не произойдет. Но зато у вас он будет держаться на 1, 2 или 3 часа, и то есть 4 дольше. Второй момент – это мускусные фиксаторы. Допустим, такие как Амбретто 9 от бренда Лилабо. Также это может быть кто у нас еще? Эназо 13 от Лилабо, Джипси Уотер от Байреда. То есть это такие могут быть у нас мускусные фиксаторы выступать. То есть мы нанесли одним слоем сначала мускусный фиксатор, а затем какой-либо аромат. Допустим, у меня такой будет аромат с пачули. И что у нас происходит? Мускусы, они тоже не обладают, молекулярные мускусы, ярко выраженным звучанием. У них есть послевкусие такое томное, обволакивающее, мягкое. И если нам это созвучно, и мы хотим аромату не сухих, древесных оттенков придать, как в амбровых молекулах, а более мягких и мускусных, нежных, то мы будем мускусную молекулу использовать. Ну вот сверху нанесли, допустим, аромат, и он стал смягченнее, плавнее чуть-чуть, но при этом стойкость увеличена тоже на 1, 2, 3, 4, 5 часов, в зависимости от того, какой у вас тип кожи. Вот, то есть это такие лайфхаки, которые вам позволят увеличить стойкость парфюма в течение дня. Ну и важный момент, который бы хотела сказать напоследок, это то, что обновляйте парфюм в течение дня. Как с помадой? Вот она у нас стерлась, мы заметили, мы ее стерли совсем, либо обновили цвет, это особенно девушки знают. Вот, мы не ходим с тертой помадой и жалуются, что ну а какая нестойкая помада, о, что такое произошло, фу, ничем не буду пользоваться, буду искать ту самую стойку, а пока ничем не буду пользоваться. Вы себе ее хуже делаете. Девчонки, которые понимают, что помада стерлась, надо ее обновить, они берут и обновляют. И да, это требует некого этикета. То же самое есть понятие, как парфюмерный этикет. Когда мы его соблюдаем в течение дня и обновляем парфюм в течение дня. То есть, если у нас парфюмерная вода, мы знаем, что в среднем 3-5 часов время раскрытия вот этого красивого сердечного аккорда. Поэтому каждые 3-5 часов мы можем обновлять парфюм. Просто взяли какую-то миниатюрку с собой, в сумочку положили и носите его в течение дня. Опять же, современные полупрозрачные текстуры ароматов позволяют нам варьировать и пользоваться большим количеством ароматов парфюмов в течение дня. 2, 3, 4, 5, в зависимости от того, чем вы заняты. Я очень люблю то самое, я часто это называю массаж эмоций, парфюмерный массаж эмоций, который делаю себе с помощью ароматов. То есть, с утра я использую аромат парфюма для энергии с цитрусами или с пряностями, или что-то в акватическом направлении. Он меня заряжает, дает энергию на то, чтобы я сосредоточилась и расписала свои дела, помедитировала, спортом позанималась, позавтрикала, посвятила время себе. Или же погуляла. Дальше, потом мне нужно переключиться на работу. Я уже использую для себя что-то более структурное, более древесные ноты выбирать, начинаю. Что-то такое заземляющее. Или же цитрусы, лимон, например, которые на 30-45% увеличивают концентрацию внимания. А это значит, что я не отвлекаюсь от каких-то нормантичных переживаний, как если бы это был цветочный аромат на мне. Я просто возьму и четко выполню свою работу. Вот и до за 2 часа сфокусирована. Нежели чем я буду наносить вот какой-то там цветочный аромат. И у меня работа растянется не на один день, а на несколько. Проверено на себе, проверено на десятках, даже на сотнях моих учеников и клиентов это работает. И затем вечером, допустим, я поработала, 2 раза обновила парфюм в течение рабочего дня. И вечером у меня какое-то свидание, встреча предстоит. Я уже там пускаюсь в осетяшки, могу яркий парфюм нанести, если у меня задача соблазнить. Могу более что-то романтичное, нежное, с розочкой выбрать, с какими-то фруктиками, более мимимишное. Могу гурманику для уюта и расслабленности, если вечер дома где-то провожу. Вот, то есть здесь я варьирую от своих ощущений, кем хочу быть. И тем самым я использую 2-3-4-5 ароматов в течение дня. Использую, да, это как массаж эмоций с помощью парфюмов. Больше наслаждаюсь, больше успеваю и больше от всего кайфую. Попробуйте и вы таким образом подходить к использованию ароматов. Не обязательно использовать только один и все время его обновлять, обновлять. Вот, потому что так или иначе может быстро произойти привыкание к аромату, он быстро надоест, как заезженные пластинки и музыка. И от любви до ненависти к парфюму будет всего лишь один шаг. И более того, еще вам такую мысль напоследок, уже точно скажу, подумать о том, что очень странно, когда девушка, допустим, все время пользуется только одним ароматом и не рассматривает для себя еще какие-то парфюмы. Это может говорить о том, что она закостенела в каких-то эмоциях, в каких-то стереотипах, не хочет меняться, не хочет развиваться. Все время, как будто, вот представьте, вы все время в одной и той же одежде ходите. Вот, вы уже из нее выросли, и морально, и физически, а все равно в этом же остались. И та же самая вот история с парфюмами. Почему так происходит, можно тоже на эту тему задуматься. В общем, если вам это видео показалось интересным, полезным, и вы взяли для себя какие-то советики, обязательно поделитесь со мной. Делайте репосты в соцсетях, мне будет приятно, если вы меня отмечаете. Пишите в комментарии под этим видео. И до встречи в следующих видео.